Каждые 15 секунд с конвейера завода в Тяньзине сходит один велосипед. Ежедневно эта производственная линия готова выдавать по 2000 штук. Были бы заказы. А за это руководители производства в последнее время не волнуются. Хотя еще полгода назад они едва могли поддержать умирающий бизнес. У нас создано дополнительно 90 рабочих мест, а наша зарплата возросла на четверть. Компания Фушида – один из крупнейших производителей велосипедов в стране. С этих конвейеров сошла каждая восьмая машина в мире. Их количество будет только увеличиваться. Судя по числу заказов от компании мобильных приложений по велопрокату Офо, производство придется как минимум удвоить. Такого стремительного развития бизнеса никто не ожидал. В 2015 году, когда начал развиваться прокат велосипедов, мы поняли, что новая модель нам на руку. Но скорость роста рынка за последние полгода была за пределами нашего воображения. Теперь компания нацелена на повышение качества продукции. Велосипеды должны быть прочными и комфортными. А полученные дополнительные средства направят на расширение производственных линий. Цель – собирать 10 миллионов велосипедов в год. Но если где-то прибыло, значит где-то убыло. Продавец магазина велосипедов в городе Тайюань не может разделить оптимизма их производителей. После того, как горожане повально пересели на взятые в прокат, его бизнес серьезно просел. Продажи резко сократились. Пару лет назад у меня приобретали более тысячи велосипедов. В этом году я прикинул продать бы половину этого количества. Хозяин такого же бизнеса Цзин Юн вообще подумывает о закрытии своего магазина. Современные тенденции рынка мобильных приложений по велопрокату повлияли на меня напрямую. В марте прошлого года я продал около 180 велосипедов, а в этом марте не дочинуло и до 90. Я планировала покупать велосипед, чтобы возить ребенка в школу, но сейчас решила, что это невыгодно, потому что легко можно взять на прокат. Единственный выход для продавцов – изменить маркетинговую стратегию. Например, сузить целевую аудиторию и работать только для велоспортсменов. Я развиваю большую скорость на велосипеде, мы с друзьями ездим на перегонки. У нас группа единомышленников, с которыми мы весело проводим время. Общие велосипеды для нас точно не вариант. Мы покупаем собственные, профессиональные. Тем не менее, к концу прошлого года общее число пользователей сервисов велопроката в 80 крупных китайских городах достигло 20 миллионов человек. А по итогам этого года цифра как минимум удвоится. Татьяна Климова, CGTN.